Я вас поздравляю, мои дорогие, вы закончили девятый класс. Конечно, не так, как хотелось бы вы закончили, но вы закончили. Конечно, большой минус вашей классной руководительницы, она вам ничего не организовала. Да, Вадим? Она организовала вам или нет? Нет, ничего. Вечер выпускников. И своим даже оценки не повысила. Да, и своему классу, конечно, это ужасно. Ничего, дети сами, часть пошла гулять, пить, снимать какой-то домик, испиваться. Более нормальные дети пошли погулять в кафешку, но на улице был сегодня такой ливень. Погода плакала, плакала, потому что у нас не образование, а кошмар пока на сегодняшний день. И погода страдала сегодня, плакала. Там собака моя подпевает тоже, рассказывает, как плохо. Рэма, прекрати! Вот, и эти детки, я им решила сделать немножко приятное. Организовать вот такой стол пиццу. Вторая пицца у нас готовится. Вадим мне заказал сок апельсиновый, рич. Рэма не дает говорить. А Олежек банан, клубника. И еще сладости всякие разные. Ну, вперед, детки, давайте. Я вас поздравляю, мои хорошие. А на улице весна. Все, ребята, начинается лето. Экзамены будете сдавать. Готовьтесь. На улице выпускников совсем не вижу, потому что дождь, лужи. Вот такая неудачная сегодня погода. Я-то люблю дождь, но для детей, конечно. И вот поэтому все вынуждены сидеть дома. Я им решила, открываем игротеку. Они себе включили игры, играют, кушают, в общем, радуются жизни. Только почему-то соки не открывают. Они каждый свой сок. Наверное, не умеют открывать соки. Наверное, они сильно скромные. Ну, когда откроют, тогда откроют. Вы знаете, чей сок открываете и пейте. Не стесняйтесь. Значит, из-за того, что, смотрите, не организовала их классный руководитель, их класс не организовала. Дети закончили девятый класс, выпускной. Многие уходят. Многие у вас уходят? Кто у вас уходит? Примерно. Да, Антон. Антон уходит. Еще кто? Кто еще? Это Яна. Яна уходит. Леша. Леша. Кто еще у нас в классе? Даша. Да. Даша. Еще кто? Вадим, а ты уходишь? Ты остаешься? Да, я стою. Ага, Лежек уходит. Довгопол. Довгопол уходит. В общем, очень многие уходят. Бухгалтер. Довгопол. Вот. Многие уходят у нас в классе. Потому что, сами знаете, выпускных два класса. Девятый и одиннадцатый. И учитель им не организовала ничего абсолютно. Ни какой-то кафешка. Ни поездку никуда. Ни в классе даже пиццу не купили. Ничего. Вообще. Да? Это вы постояли на линейке и разошлись. Нет. Мы в классе были. Сидели просто. Просто. Даже линейки не было? У них даже не было линейки сегодня выпускной. Вот это у них такой последний звонок. Все посидели в классе. Сказали всем до свидания. И разошлись. Это катастрофа. Это просто катастрофа какая-то. 32-я школа в нашем городе. Это просто ужас. 50-я и 52-я самая нормальная. Ну вот. Да, у них, я смотрю, в других школах организация получше будет. Поэтому я сама решила организовать вот нашим. Они дружат. Олежек с Вадимом дружат. Но они дружат еще с Лешей и Сеймуром и с другими мальчиками. Но мальчики пошли погулять. Они пошли все-таки в торговый центр походить. Там пить и покушать. А я им вкуснее сделала пиццу. У моих пицца вкуснее. Они уже один кусочек вот такой вот пиццы съели. А сейчас другой сорт. Вот в этом сорте пиццы здесь 3 вида или 4 этого сыра я положила. Разный вид сыра. Даже сразу видно. Вот кубиками один вид. Желтенький другой. Под ним пармезан третий. Так вот я делаю пиццу. Так что детки, конечно, расстроены. А часть деток пошла... Куда они поехали, Олежек? На молодежный пляж. На молодежный пляж они поехали. Бухали. Вот сняли там домик. А на улице, посмотрите, какая погода. Дождь. Дождь. Прохладно. Они на молодежном пляже. Вторая часть. Сняла домик. Я не знаю, как это. Без родителей. Без никого. Представляете, что они там будут делать? А что они закупили? Четыре килограмма огурцов и еще. Четыре килограмма огурцов. Спиртные закупали? Ну, видимо. Ну, естественно, раз огурцы они купили в закуске. Представляете, это 15-летние дети. И как, как? Вот куда смотрят? Это все знают. Куда только смотрят наши классные руководители, я не знаю вообще. Я поднимала вопрос несколько раз о курении детей, о вреде курения. Я ходила, их вылавливала всех за шкирку, притаскивала. Я борюсь одна. Другим, походу, родителям ничего не надо. Другим родителям ничего не надо. Почему-то. Другие родители просто живут своей жизнью, со своими детьми, пока их дети не спились, и хорошо. А когда сопьются, вот тогда, да. Но будет поздно. Вот, я не разрешаю ни курить, ни пить, ничего. Потому что это никому не надо. Так что у нас сегодня такой день. А и сладкого, и сладкого у них вот такие шоколадные. Круассанчики как бы, горячие. Вот так вот. Что, Зайчик? Ничего. Ничего. Тихо, я хочу спросить Вадима. Вадим, какие твои впечатления о школе? Вот закончился год, вот закончился девятый класс, выпускной класс. Скажи, пожалуйста, ты получил неполное среднее образование. Неполное. Еще два года, и будет полное. Скажи, пожалуйста, какие твои впечатления о твоей школе? Ну, закончил год не так, как хотелось. Хотелось бы и получше. Хотелось быть ударником. Да. Твоя же учительница тебе и помогла, да? Классный руководитель. Поставила ниже, чем ты хотел. Но она ниже тоже ставит. Я Вадима спрашиваю. Вадим, кто твой любимый учитель? Ну, я считаю, что Юлия Николаевна по истории. По истории тебе нравится, да? Она справедливая и ставит на усмотрение. Правильно, да? Лояльно она подходит. Или нет? Да, да, да. Лояльно. Понятно. Значит, это твое любимое учительство. А скажи, учитель, которого ты не любишь, который тебе не нравится. И тоже почему? Можно я не буду освещать на это? Почему? Я же не буду в школе это опубликовать. Это мое. Это вам воспоминания. Это мой сайт. Это мой канал. Это никак не школьный. Поэтому интересно. Ты потом, смотри, когда тебе будет 20 лет, ты обязательно посмотришь, пересмотришь. Олег тебе скажет, какой канал. Это секретный канал мой. Но Олег тебе скажет, какой. Ты пересмотришь и вспомнишь. А так забудешь. А теперь будешь помнить. Скажи, какого учителя ты не любишь и почему только обоснул. Не, ну, сейчас мне все учителя нравятся. Но в прошлом году была математичка. Она вообще не объясняла нормально. Только занижала оценки. Ну, вообще мне не нравится. А в этом году тебе никто не занизил оценки? Понял, в этом году. Все в порядке, да? В общем, да. Хорошо. Так, Олежек, скажи, пожалуйста, какие твои впечатления о прошедшем году? Никакие вообще. Плохие. Плохие впечатления? Да. Почему? Потому что учителя плохие. Ну, какие плохие учителя, например? Какой учител тебе не нравится? Не нравится тебе? Физика нет. Почему? Потому что она когда объясняет, у нее словарный запас очень большой. Говорит, например, закон Ома, это когда, ну, этот самый не того, ну, не может объяснить. Вместо закона этот самый? Объясняет плохо, да. Понятно. А еще кто тебе не нравится? Ты говоришь, учителя. А еще кто из учителей тебе не нравится? Больше все нормальные. А, еще Наталья Анатольевна. Понятно. Наталья Анатольевна, это классный руководитель, да? Да. Ясно. А почему она тебе не нравится? Плохо относится к своим и своим жизненным жалям. А как плохо относится, что она кричит или что она? И кричит. Общего языка не может найти. Ни с кем. Вадим, а любят Наталья Анатольевна дети в классе? Я вот Вадима хочу сказать. Детей? Нет. Любят ли дети Наталья Анатольевна? Ну, не все. Есть, но не все. Кто ее любит? Четыре где-то там девочки любят. Белоусова, Наталья Анатольевна, да? Кто любит Наталья Анатольевна? Белоусова, Глебова, Сурма и Кондрашова и все. Из 31 человека. Понятно. Так, теперь переходим к следующим. Кто твой самый любимый учитель? Палыч. Не, имя, отчество. Владимир Палыч. Трудовик. Ага. А почему ты его любишь? Почему он тебе нравится? Нормальный, оценивать правильно. Когда захочу, тогда и работаю. Ну, как, когда он говорит. Он тебя на работу, да, отправлять там покопать, поделать. Ты с удовольствием это делаешь, находит общий язык. Умеет договориться, да, с тобой. Да. Говорит, типа, сейчас можешь не работать, и тебя много оценивает. А другой раз дает лопаты, говорит, прокопай, сделай, все как положено, да? Молодцы. Понятно, ребята, вот это ваш год. Добрый, еще добрый. Добрый, да? Да. Так, скажи мне, пожалуйста, Вадим, есть ли у тебя девушка, о, у меня закипел кофе. Ну, девочка, которая тебе нравится, только серьезно. Сожалею нету. Нету, да, которая нравится? На сегодняшний день нету. Нету. А в прошлом году кто-то нравился? Олег, это опрос. Нет. Олежек, у тебя есть девушка, которая тебе нравится? А, нравится? Нравится-ка, я не говорю, с которой ты ходишь, которая нравится. Ну, парочка. Ну, говори, кто, например. Две Насти. Одна с музыкалки, другая не с нашей школы, ушла с нашей школы. Фамилия как? Ну, ты это, Пелюшенко. Пелюшенко, понятно. С которой ты ходил в кино, да? Да. Ясно, понятно. Ну, в общем-то, впечатление ваше о девятом классе мне теперь понятно. Хорошо, Патрик. На семь дней. Бедный ребенок. У меня в скайпе что-то они меня не слышали в микрофонах. Вот, засними, приблизь вот это. Те, кто играет, поймут. Что? Ну, вот это, приблизь желтую табличку. Ага. А, seven days. Вот они поиграли хорошо, ребята. Хорошо день провели. Ха-ха-ха-ха. Молодцы. Все. А у нас ремонт. Ремонт. Готовимся к ремонту. Купили вот такую плитку. 50,000 рублей. Вот такую вот под мрамор. Такую мраморную, красивую. Широкую. Будем выкладывать. Купили мешки. Это что называется? Церозит. Или как она называется? Церозит СМ-11. Клеющая солнышка. Все будет у нас ремонт.